Дмитрий Аграновский Дмитрий Георгиевич, ну, естественно, с чего следует начать? Норильск. Под Норильском произошла экологическая катастрофа. Разлилась и попала в почву и водоемы 21 тысяча тонн дизельного топлива. Резервуар принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, дочке Норильского никеля. Крупнейшие акционеры это Интеррос Владимира Потанина и компания «Русал» Олег Дерипаски. Президент обвил чрезвычайную ситуацию. Вот уже и виноватые нашлись. Это что, действительно, вот эти люди виноваты в этом происшествии? И в том, что 30 лет не ремонтировался резервуар? Ну, вы знаете, вот эти кадры, соответствующие видеоконференции президента Российской Федерации, они, конечно, обошли все телеканалы, они неоднократно показывались, транслировались по российскому телевидению. Меня поразил один момент. А кадров было много, и первое обсуждение, и затем уже обсуждение с места событий. Когда губернатор Краснодарского края докладывал главе государства о произошедшем чрезвычайном положении, было такое ощущение, что упоминать фамилии тех, кто возглавляет корпорацию, так или иначе виновную в произошедшем, он боится больше, чем президента Российской Федерации. Вообще, уже давно стал обычным делом для российских экспертов, аналитиков, при назначении любого губернатора, сразу же внимательно изучать его, так сказать, трудовой путь, с тем, чтобы определить, какие конкретно крупные финансово-промышленные структуры он представляет. И когда сейчас нам говорят, что да, в 90-е годы характер российской власти был олигархическим, а сейчас мы это преодолели, и олигархия перестала влиять на власть так, как это было раньше, ну, я хочу сказать, что это, конечно, очень наивное рассуждение. Почему? Потому что то, что нет открытых олигархических войн, как это было в 90-е годы, вовсе не означает изменение характера самой олигархической власти, просто свои вопросы сегодня эти круги решают, не выставляя их на потребу публики, а решая их совсем другим порядком и другими способами. И именно тогда, когда во главе регионов появляются люди, готовые не оглядываться на интересы этих олигархических структур, именно тогда, когда они думают прежде всего о своей территории, о людях, о пополнении бюджета, как было это в случае с Сергеем Георгиевичем Левченко. Уж на территории Иркутской области мы хорошо знаем, что интересы крупных олигархов российских точно есть, когда он обеспечивал радикальное, кардинальное увеличение пополнения бюджета, и как раз за счет, прежде всего, нормальной уплаты налогов, во-первых, и во-вторых, наведения порядка в лесной отрасли, когда деньги стали уходить не черным лесорубам, а порубки, во-первых, сократились, а во-вторых, то, что происходило, происходило в рамках закона, и средства поступали в бюджет Иркутской области, поэтому Левченко оказался неугоден этим самым олигархическим структурам, и за решениями, связанными с его уходом из должности, стоят, безусловно, их интересы. Поэтому мы имеем ситуацию, когда мы еще раз можем зафиксировать, что те задачи, которые когда-то младореформаторы Чубайс, Гайдар, Немцов и другие ставили перед собой, успешно решены, и в России действительно создана вполне себе олигархическая система, где все флагманские отрасли находятся в руках этих людей, сколотивших баснословное состояние, и чувствующих себя все более уверенно в списках Forbes и в разных других рейтингах. Игорь Сергеевич, на совещании Владимир Владимирович Путин Потанин так только пожурил за жадность, но сказал, что вот теперь придется 10 миллиардов рублей оплачивать на ликвидацию последствий, и собственно все так, по-отечески. А мы помним дело Юкоса, помним в конце концов Пикалева, помните, нам отчитывали Дерипаску прилюдно, после прорыва на Саяно-Шушенской ГЭС тоже была какая-то комиссия, ну как-то какие-то разбирательства были, иногда довольно жесткие, сейчас практически никакой реакции нет. Так вот чуть-чуть просто пожурили, что с Владимиром Владимировичем Путином случилось, он что подобрел внезапно, или может быть олигархи как-то усилились? Я не знаю, что случилось с Владимиром Владимировичем, но только ваши примеры показывают, что принципиально-то ничего не изменилось. Ну, помнится, была эта история с Дерипаской, потребовал президента ручку вернуть, вот все, что запомнилось. Что, Дерипаска от этого пострадал? По-моему, ничуть. Это был хорошо разыгранный спектакль. Власть заботится о народе, даже ручку у Дерипаски отобрала. Вот, глядишь, завтра итоги приватизации пересмотрят. Вот здесь говорилось уже, Дмитрий Георгиевич говорил о олигархическом капитализме нашем. Олигархический капитализм – это не когда олигарх в открытую командует страной. Это когда весь аппарат страны работает на интересы олигархов. А господин руководитель Юкосов-Ходорковский, когда этого Гусинский, Березовский, они попытались эти правила игры нарушить. Они были нарушителями конвенции. Помните такого деятеля? Да, Паниковского. Совершенно верно. Поэтому они и пострадали при полной поддержке всей остальной олигархической части нашего общества. Такой многочисленной и прочее, прочее. А то, что работа идет в их интересах, это доказывает то, что из любого кризиса они выходят сказочно обогатившиеся. Ну, случайность так происходит. Просто вот они и делать-то ничего не пытались. Они точно так же могли пострадать. Ну, звезды так сложились, что какой кризис не происходит, у всех становится денег меньше, а у олигархов на миллиарды и миллиарды больше. Кстати, это подтвердила недавняя статистика. Причем это касается не только российских олигархов. Это общая мировая тенденция. Все мировые олигархи от кризиса с коронавирусом только выиграли. Их состояние увеличилось, если не в разы, то на десятки процентов. Потанин самый богатый человек в России с состоянием 19,7 миллиарда долларов на апрель 2020 года. И у него вот стоит этот гнилой бак с топливом, сколько, 36 лет его не ремонтировали, который он мог бы из своего кармана, в конце концов, починить. Вот почему олигархи не являются теми самыми рачительными хозяевами, не вкладывают деньги в свою инфраструктуру, выжимают ее до последнего. Ведь мы помним, там, катастрофы на той же Саяно-Жушинской ГЭС, в Зимней Вишне, еще масса катастроф на шахтах, там, не знаю, обрушение грунта в Березняках. И везде, везде одна и та же причина. Из инфраструктуры, еще советской, выжимают все, что угодно. Вот жадность это. Почему ничего не меняется, никаких выводов не делается? Я бы вот начал, продолжил эту апелляцию коллег к данным очень показательным, я ждал, когда они появятся, данным списка Форбс. По нашему олигархату, представители российского, российские представители списка Форбс, за два месяца, когда вроде бы вся экономика разных стран мира, летит тар-тарары, обогатились на 22,6 миллиарда долларов. Большую, наибольшую прибыль за этот период времени получил именно Владимир Потанин. Его капитал увеличился на 6,4 миллиарда долларов. 10 миллиардов рублей в сравнении с тем, что даже он получил за вот этот небольшой период, два месяца, это фактически ничто. Я бы здесь даже говорил ни о Потане, ни конкретно. Знаете, мне такое афористическое высказывание приходит на ум Уга Чавеса, когда он сказал, я не удивлюсь, что если когда-то выяснится, что на Марсе была цивилизация, а потом туда пришел капитализм, и он эту цивилизацию уничтожил. Я напомню работу Маркса «Британское владычество в Индии», когда приходящий капитализм превращал прежде цветущие регионы в пустыню. Капитализм, он в принципе своей антиэкологичен. Капитализм ориентирован на прибыль. В статье Альберта Эйнштейна «Послевоенная», почему социализм называлась, он говорит, в капитализме заложен этот принципиальный порог. Получение прибыли любой ценой. И понятно, под эту прибыль уничтожается все. Под эту прибыль будет уничтожаться и природа. А имский клуб, уж на что, глобалистическая структура в последнем своем юбилейном докладе, говорит, капитализм – главный порог, который ведет к уничтожению природы. И пока не справимся с этим феноменом капитализма, экологические проблемы будут возникать и только усугубляться. Дмитрий Георгиевич, на ситуацию с Потаниным отреагировали олигархи довольно болезненно. И вот бывший партнер олигарха Потанина Прохоров, он сразу сказал, что дословно призывы к национализации норильского никеля создают угрозу для всего частного бизнеса в России. От маленьких ресторанов до промышленных гигантов. То есть классовая солидарность у них налицо. Как вы думаете, в чем объясняется его вот такое алармистское высказывание, пока никто их еще не трогает? Ну, знаете, для такой публики, которая все-таки умеет чуть-чуть заниматься вопросами прогнозирования, очень важно и на перспективу предупредить те вещи, которые они считают для себя угрозами. Заметьте, в этой среде действительно очень остры противоречия. Когда люди делят большие деньги, так или иначе, конфликты возникают сплошь и рядом. И эти конфликты действительно в 90-е годы выливались в жесточайшие схватки, которые были у всех на виду, потому что практически каждая крупноолигархическая группировка имела свой телеканал, и эти телеканалы использовались как орудия против других, в борьбе с другими олигархами. Но, тем не менее, тогда, когда нужно проявить классовую солидарность, она всегда проявляется очень жестко, очень четко, и этой классовой солидарности олигархи можно противопоставить только солидарность тех сил, которые заинтересованы в кардинальной смене существующей олигархической власти. Это даже не мелкая буржуазия, которая может страдать от кризисов, но которую можно потом успокоить какими-то подачками антикризисными из госбюджета. Конечно, по-настоящему солидарность можно сформировать только среди трудящихся, среди пролетариата, в том числе современного пролетариата. На эту тему, конечно, много различных точек зрения, не будем сейчас входить в дискуссию, но, во всяком случае, те люди, которые создают благо своим трудом, своими руками, своим умом, вот те люди должны проявлять свою жесткую солидарность для того, чтобы отстаивать свои интересы, в отличие от олигархи, в руках которой крупные финансовые структуры, полицейский аппарат, информационные орудия, Вардан Эрнестович вспомнил известную работу Эйнштейна «Почему социализм?». Эту работу очень любил цитировать наш товарищ недавно ушедший из жизни Желеса Ванча Алферов. Я вспоминаю международную конференцию, которую мы проводили, посвященную 200-летию со дня рождения Карла Маркса. Он говорил об этой работе, и вообще у него в Думе было три политических, я бы сказал, лекции, где он, говоря о истории науки, о истории фундаментальной науки, тем не менее, поднимал очень важные политические вопросы и доказывал, что все успехи советской системы были определены тем, что она была социалистической, и что выход из кризиса сегодня тоже возможен только на путях социализма, и цитировал в том числе эту работу. Мы вступаем в такую полосу мировой истории, когда, на мой взгляд, все больше и больше доказательства актуальности этих выводов, сделанных в 20 веке, будет возрастать, и Россия не решит своих проблем, если не пойдет по пути кардинальных преобразований. Как раз, Вардан Несч, а насколько важно помнить о криминальном характере приватизации 90-х годов? И как это связано с сегодняшним днем? Ведь сейчас наши олигархи не хотят выглядеть такими благопристойными, респектабельными, а ведь мы помним вот это высказывание, в основе каждого крупного состояния лежит преступление. Да. Знаете, в системном анализе существует такое положение, что генезис системы определяет существенным образом ее функционирование. Вот как изначально была система запрограммирована, как она запущена была, так и она дальше будет функционировать и воспроизводиться. Что имело место под видом вот этой приватизации? Ну, опять-таки, если берем марксистскую теорию, это первоначальное накопление капитала. Беспрецедентность того, что произошло в России, это форсированное первоначальное накопление капитала. Первоначальное накопление капитала, проводимое сверху, фактически принудительно. Если в той же Англии это заняло несколько веков, то у нас это было произведено вот в такой фантастической по скорости беспрецедентной проекции. И, конечно, это определяет все, все институты. Значит, это определяет и существующие социальные неравенства, это определяет существующий тип экономики, этот самый олигархический капитализм. И, по большому счету, идеологию существующего режима все определяет вот это самое форсированное первоначальное накопление капитала. И понятно, что если, мало того, в первоначальном накоплении капитала экономический аспект, преступление, с моральной еще точки зрения, с этической, в основу системы заложено преступление. Нельзя создать жизнеспособное общество, если в основании этого общества положить поиступление, как сам при себе факт. Поэтому, если мы хотим жизнеспособную Россию, если мы хотим нравственное государство, возвращаться к этой исходной точке и скорчевать вот это вот поиступление, и связанные с ним последующие все проявления, это имеет принципиальное значение. Евгений Сергеевич, насколько вообще актуален вопрос о пересмотре итогов приватизации, и как это связано с сегодняшними заявлениями о национализации? Тут уместно вспомнить, кстати, как раз залоговые аукционы, которые осуждают сейчас люди даже очень близкие к власти. Насколько я помню, может быть, я путаю цифры, тот же Норильский никель, который просто золотая жила, золотое дно, несколько миллиардов долларов прибыли ежегодно, он был приватизирован порядка 170 миллионов долларов, и то, откуда-то они там были взяты, откуда банка. Вот, то есть это афера века, наверное, о том, может быть, даже и не одного. Вот это лежит в основе приватизации. Полагаю, что это сейчас и на ближайшую перспективу центральный вопрос. Сколько вы нас не забаловывали, что это дело давнее, что там где-то сменились собственники, или еще что-то нужно понимать. В основе всей буквы частной собственности России лежит преступление. То, о чем и говорил Вардан Эрнестович. Они все преступники. Это тоже все прекрасно понимают. Да, конечно, есть такое выражение, что пока человек не осужден судом, он не может считаться преступником. С юридической точки зрения так. Ну, мы же все понимаем, что человек становится преступником, то есть человеком, преступившим в законе. Когда совершил преступление, независимо от того, поймали его потом, осудили или нет, ты украл, значит, ты преступник. То, что приватизация и залоговые аукционы, это просто была вершина этого преступления, проводились с нарушением всех мыслимых и немыслимых законов даже того времени, это официально признано. Есть документ в счетной палате, где черным по белому написано, что в процессе приватизации массово происходило нарушение закона. Нарушение закона – это, извините, преступление. Поэтому вот вы приводили пример с Прохоровым, что он так сразу встал на дыбы. Они же все это понимают, что как они преступно отобрали, то, соответственно, всегда встанет вопрос о том, что нужно вернуть. Они, кстати, очень любят в связи с этим говорить, да как можно сейчас поднимать этот вопрос, это вы предлагаете все отобрать и поделить. Да. Извините, но это как раз вы и сделали. Вы отобрали общенародную собственность, общегосударственную собственность и поделили ее между своими. Если мне не изменяет память, госпожа Альбац так прямо и сказала, что Чубайс раздавал самые лакомые куски государственной собственности тем, кто в данный момент оказался около него. То есть своим ближайшим, знакомым, друзьям, сватьям и так далее, и так далее. Что это такое? Что этого народ не помнит? Помнит прекрасно. Поэтому, сколько бы ни прошло лет, крупная частная собственность в России будет восприниматься народом как преступная собственность. Вот сейчас под Российской Федерацией главная мина, которая заложена, это приватизация, совершенная в 90-е годы. Если мы ее не устраним, то в любой момент это рванет. К чему приведет, трудно сказать. Дмитрий Георгиевич, 16 июля мы все отмечали юбилей. Исполнилось 65 лет крестному отцу российской приватизации Анатолию Чубайсу. В начале 90-х годов он организовывал как раз фактически приватизацию в прямом сотрудничестве, можно сказать, под диктовку американских советников. Вот если сейчас подвести итог этой приватизации, что бы вы могли сказать? Ведь это раздербанивание собственности общенародной сопровождалось не просто тем, что ее взяли и поделили. В процессе этого дележа были уничтожены тысячи предприятий, целые отрасли экономики. А что это означает? Это означает тот шаг, который сделала Россия по направлению от социализма, как более прогрессивного строя, назад к капитализму, означало, что те производительные силы, которые были созданы социализмом, капитализм освоить не смог. Вот когда-то капитализм, то лучшее, что создал феодализм, освоить смог, потому что он был на том историческом этапе прогрессивным строем. Но прошло время, и мы имеем материальное, фактологическое доказательство реакционности капитализма. Потому что, возвращаясь на место страны, прошедший путь социалистического развития, он не смог саккумулировать в себе достижения этой страны, этой системы и пойти дальше. Нет. Он отбросил эту страну далеко назад. Он, повторяю, уничтожил целые отрасли. Поэтому лишь часть общенародной собственности была раздербанена этими людьми, которые входят сегодня в Форбс. Они даже этого вполне сделать не смогли. Они занимались прямым уничтожением. Уничтожением. И это еще, наряду с воровством, как преступлением, о котором только что говорили, второе преступление – это вот это уничтожение, это вот это разрушение. Это тоже должно быть предъявлено им на суде истории и на вполне определенном суде, который должен ждать эту публику. Мы должны, конечно, вспомнить здесь Чубайса еще вот почему. Он оказался, наверное, не только одним из главных виновников всего произошедшего, но и одним из самых откровенных и самых циничных манипуляторов. Ведь он честно сказал, что наша задача состояла в том, чтобы забить гвозди и последний в том числе в крышку гробового коммунизма. Вот ради этого мы все и делали. Мы готовы были отдавать предприятия государственные дорого. Мы были готовы отдавать предприятия дешево. Мы были готовы доплачивать, лишь бы отдать эти предприятия из государственной собственности. Ну вот результат налицо. Поэтому эта программа национализации, это вопрос отдельный. У КПРФ есть подходы и связанные с неэффективным руководством доставшихся предприятий государственных, перекочевавших в частные руки. Есть предприятия, которые работали эффективно и где люди, может быть, создали какие-то новые производственные мощности. В этих отдельных случаях их не так много окажется на поверху, я уверен. Можно вести разговор о какой-то частичной компенсации или предложить им инвестировать в те отрасли, которыми государство само заниматься не будет, но которое оно готово развивать и поддерживать в этом смысле частный бизнес. Это уже вопросы отдельной конструкции, деприватизации, национализации. Но то, что без этого мы двигаться дальше вперед не можем. И государство обречено отставание на неконкурентноспособность на мировых рынках в условиях олигархического капитализма. Это совершенно очевидно. И ситуацию нужно менять. Я хочу вас познакомить с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. И поставили вот такой вопрос. С чем для вас связано имя Анатолия Чубайса? С демократическими реформами, так полагает, 1%, с нанотехнологиями 0%, с грабительской приватизацией 99%, затруднились ответить 0%. Вардан Ильич, а с чем для вас связано имя Анатолия Чубайса? Вы знаете, заговорили уже коллеги о таком возможном в перспективе суде над преступниками, которые уничтожили Советский Союз. Вот Анатолий Чубайс очень хороший свидетель. Потому что, что он высказал? Мне на память приходит, помимо вот этого высказывания о гвоздях крышку гроба коммунизма, другие его высказывания. «Я ненавижу советскую власть». Более того, я мало что в жизни ненавижу до такой степени, как советскую власть. «Я ненавижу школу, в которой я учился, поскольку школа была с продвинутым патриотическим воспитанием». Первое. Анатолий Чубайс – антисоветчик. Второе высказывание. Значит, что вы волнуетесь за этих людей? Ну, выморить 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не беспокойтесь, вырастут другие. Во-вторых, Анатолий Чубайс – социал-дарвинист. Третье высказывание. «Я перечитываю Достоевского, испытываю фактически физическую ненависть, опять ненависть, к этому человеку. В отношении чего ненависть? То, что Достоевский пишет о русском народе, о святом народе, о его культе страданий. И я, говорит Чубайс, готов его разорвать на куски». Третье положение. Помимо того, что антисоветчик – социал-дарвинист, он еще и русофоб. Вдобавок ко всему. И это все через этот образ Чубайса – это очень прекрасная иллюстрация той системы, которая сложилась. Она, во-первых, антисоветская, она, во-вторых, социал-дарвинистская, а она, в-третьих, в-третьих, она русофобская. Вот этот шлейф ассоциаций, который с образом этого человека у меня связан. Игорь Сергеевич, ну, надо отдать должное Анатолию Борисовичу Чубайсу. Он всегда был весьма откровенен. И вот эти цитаты – это тому подтверждение. И цитата, которую Дмитрий Георгиевич цитировал про крышку в гроб коммунизма. На ваш взгляд, удалось ли Чубайсу заколотить вот этот гроб коммунизма? И вспоминается в этой цитате Александра Зиновьева «Цель лишь коммунизма – попали в Россию». Не кажется ли вам, что Россия пострадала гораздо больше в мировом масштабе, чем коммунистическое движение в конечном итоге? Вы знаете, я с Зиновьевым здесь не согласен. Это отмазка тех, кто выполняла роль таких шестерок у разрушителей страны. А затем, когда они увидели, что их руками сделали, они стали разводить этими ручками и говорить «Ай-яй-яй, мы же целились в коммунизм, а попали в Россию». Те, кто все это организовывал, они и целились в Россию, и в коммунизм в том числе. А они знали, куда стреляют. А то, что у них на услужении были полезные идиоты, как они выражаются, то это проблема этих полезных идиотов, и ни в коей мере не снимают с них ответственность за содеяние. Это первое. Второе. По поводу Чубайса. Ну, вы знаете, это просто классический образец и доказательство того, что сталинское понятие «враг народа» — это реальность. Когда нам говорят, что таких никогда не было, это все выдумка кровавого Сталина, если вы это утверждаете, то посмотрите на портрет Чубайса. И третье. На мой взгляд, гораздо более важное и серьезное. Важен не столько сам феномен Чубайска, сколько те силы, которые он олицетворяет. Вот обратите внимание, у нас вроде бы демократия. Да, я понимаю, что демократия — это не власть народа. Но при этом власти очень даже заинтересованы в том, чтобы получать поддержку большинства. Смотрите, сейчас проводится конституционная реформа. Чего туда, в эту конституцию, только не вставили, лишь бы получить народную поддержку ради того, что им нужно. И при этом все наверху знают, что к Чубайсу 95, как минимум, процентов населения не просто негативные, а резко отрицательные отношения, та самая ненависть к нему. Но при этом с его головы не падает даже волосок. Они знают, какую популярность бы получили, если бы стоило убрать Чубайса со всех должностей. Но этого не происходит. Это означает, что та сила, которая олицетворяет Чубайс, для власти мужчин, я имею в виду первое лицо и так далее, расположение этой силы для них важнее, чем поддержка народа. В поддержке народа в чем-то можно лишиться, и не лишиться поста. А вот лишиться поддержки тех сил, которые стоят за Чубайсом, и которые он олицетворяет, видимо, настолько опасно, что никто на это не решается. И последнее, что я хотел бы по поводу Чубайса сказать, вот здесь поднимался вопрос о том, что когда-нибудь, я надеюсь, мы все же доживем, что будет судебный процесс над теми, как разрушил Советский Союз, в том числе и провел эту самую приватизацию. Я хочу напомнить еще об одном, что дело ведь не в том, что появился Чубайс, Гайдар, и еще кучка вот таких вот мальчишей-плохишей, как их тогда называли. Они ведь не с луны свалились. Они были подготовлены, выпистываны. Вот когда мы начнем обсуждать такие проблемы, как тот самый Венский институт системных исследований, куда их всех отправляли на стажировку, совсем еще юнцами. Их же готовили для будущего разрушения. И Чубайс, кстати, это признает, и Гайдар признавал, что они уже к 91-му году подошли с программой вот этих реформ. Что то, что они творили в 91-м, 93-м году, это не была импровизация. Не кажется ли вам, что страны, где приватизация не была приведена, Китай, Белоруссия, Вьетнам, да даже Куба, если брать гуманитарные показатели, они показывают выдающиеся успехи? Вы знаете, никогда не говорить никогда. Эта публика в 91-м году одержала победу. В 93-м году расстрелом и кровавым подавлением московского народного восстания они эту победу закрепили и до сих пор пользуются плодами этой победы. Но это не означает, что их победа окончательная. Поживем, увидим. И, может быть, еще на нашей улице будет праздник. В чем я, кстати, уверен? Не может быть, а наверняка будет. Дмитрий Георгиевич, в программе коммунистов, вот если говорить о национализации, эти вопросы национализации банковской сферы, стратегических отраслей экономики, недр находятся на первом месте. И партия предлагала это записать в Конституции страны, но эти поправки не прошли. Но, тем не менее, мы готовим проект Конституции, которая должна быть обсуждена Конституционным собранием, вынесена на всенародный референдум и не на то голосование, имитацию фактически, которое власти устраивают сейчас, оно настоящее. Что вы об этом думаете? Расскажите чуть подробнее об этой работе. Мы действительно имеем возможность сегодня уже вплотную обсудить все вопросы, связанные с Конституционной реформой по двум причинам. Во-первых, объявлена дата так называемого общенародного голосования, которое не будет референдумом. Оно пойдет 1 июля, но с оговоркой. То есть оно будет проходить в течение недели. И 1 июля завершится. И второе, объявлена позиция официально Коммунистической партии Российской Федерации, Президиума ЦК. Эта точка зрения получила поддержку всех членов Центрального комитета. О том, что в день, в дни голосования относительно Конституции, реформы конституционной, нужно на участки приходить, высказывать свое мнение. Мы свое мнение сформулировали, выразили. Мы будем голосовать против данного документа по той простой причине, что можно сколько угодно говорить про злые, лихие 90-е, но нужно помнить, как развивались события. Нужно понимать, что сегодняшняя действующая пока еще Конституция, без изменений, это Ельцинская Конституция, принимавшаяся на крови защитников советской власти, советского народовластия, но кардинальным образом эта Конституция не меняется. Речь идет о втором издании этой Ельцинской Конституции. Мы многие поправки, которые сегодня в Конституцию войдут, поддерживали на стадии обсуждения в Государственной Думе. Но нужно же рассматривать этот документ как целостный, дорогие друзья. Ведь когда объявили о проведении конституционной реформы у народа России, не только у Компартии, но была надежда, мы имели право на эту надежду, что состоится полноценная дискуссия вокруг конституционного документа, что это будет действительно изменение Конституции такой, которая позволит двигать страну вперед. Что такое Конституция? Это документ. Да, важный. На его основе формируется вся законодательная система. Но еще важнее определиться с образом будущего. Куда идет страна? Без этого мы не можем развиваться, мы не можем формировать ту же законодательную систему по-настоящему. Мы не можем заниматься каким-то прогнозированием, планированием. Хотя закон о стратегическом планировании нам все-таки удалось принять в последние годы в Государственной Думе. Правда, не удалось добиться от правительства, чтобы этот закон заработал, потому что без соответствующих ведомственных актов закон не может работать, не может быть реализован. Поэтому наша позиция в силу того, что полноценной конституционной реформы нет, что Конституция будет лишь противоречить себе, что очень много слов говорится о национализации элиты, о том, что мы должны отказаться от идеи приоритета международного права над российским. И вроде бы соответствующие положения вносятся условно во вторую половину Конституции. Но в первых главах-то они остаются. Слушайте, если завтра придет антинациональная абсолютно власть, которая будет открыто демонстрировать свой антинациональный характер, как это делал Чубайс, ничего не мешает реализовать этот курс. Он будет абсолютно конституционным, потому что тоже положение о приоритете международного права никуда не изъято. Оно осталось в первых главах Конституции. И далее по списку, понимаете, можем пройтись по всем поправкам, и везде есть вопросы. Нам говорят, что будут индексироваться пенсии. Простите, а как? В соответствии с законом. А в соответствии с законом можно ввести такой механизм индексации, что пенсии у вас уменьшатся, а не увеличатся. Если вы приравниваете это к таким показателям, как, допустим, уровень жизни, у нас были за последние годы прецеденты, когда главы отдельных регионов говорили, а у нас сейчас такие показатели, что нужно снижать минимальную оплату, например, труда. Если мы к этому показателю привяжемся, то и уровень пенсии тогда нужно будет снижать. Мы же как предлагали, что если вы собираетесь индексировать пенсии, то вы должны определиться, как вы собираетесь это делать, чтобы это не было голым популизмом. Наша формулировка индексировать пенсии, увеличивать их на индекс роста потребительских цен. Тогда понятно, чего вы индексировать собираетесь. Повторяю, так мы можем пройтись по каждой из поправок и увидеть, что это неполноценная реформа. Хорошо, что власть распечатывает Конституцию. Хорошо, что будет это голосование. Власть считает, что голосованием первого числа все заканчивается. Мы считаем, что голосованием первого числа все должно только начаться. Все должно только начаться. Поэтому мы призываем не сидеть дома, приходить и голосовать против. Вардан Иванович, вот сегодня мы видим, как фактически достигается многолетняя цель приватизации. Наши стратегические активы уходят под контроль зарубежных компаний. Транснациональные корпорации в той или иной степени они владеют или контрольными пакетами, или блокирующими практически во всех основных структурах, причем там от Сбербанка до Роснефти. Прошлогодняя история с Герипаской, когда российский алюминий фактически ушел под контроль англосаксов, в этом смысле показательна. Не кажется ли вам, что и была-то цель приватизации не просто забить гроб, вот этот гвоздь в гроб коммунизма, но фактически отдать нашу страну иностранцам, отдать наши активы под контроль зарубежных стран? В отношении борьбы, безусловно, вся мировая история это история борьбы. Здесь мы видим две борьбы, борьбы капитализма против социализма, как того строя, который, в общем, должен был похоронить этот самый капитализм. И понятно, что это более эволюционно-перспективный строй. Одно состояние борьбы, второе, второе проявление борьбы, борьба, цивилизационная, та самая борьба Запада против России. И понятно, что страна с 22, кто говорит, больше процентами мировых ресурсов, это очень лакомый кусок был. И об этом говорили еще в 19 веке, обладание вот этими ресурсами России. Что мы наблюдали к концу 20 века? Фактически, ведь капитализм, он может развиваться, только расширяясь. Вот новые рынки сбыта, новые рынки сбыта, все, расширяться было дальше некуда. Подходил капитализм к своему логическому завершению. И вот здесь крах СССР, он отсрочил существование капитализма, насколько отсрочил. Вот сегодня мы наблюдаем по всем проявлениям этот самый кризис капитализма. На некоторый период времени отсрочил за счет уничтожения СССР и международной системы социализма, но все равно модель-то порочная. И вот сейчас это самое выходит наружу и проявляется в полном объеме. Но, тем не менее, вы согласны с тезисом, что приватизация оказалась просто фактически передача нашей собственности под контроль даже не олигархов, а под контроль западных структур. Шивая борьба. И понятно, в этой борьбе, ведь в 92-м году, в январской речи, все предельно Буш сказал, мы победили в холодной войне. Значит, это величайшее завоевание Соединенных Штатов Америки. И понятно, что все эти реформы в начале 90-х годов, это не просто как бы реформаторский проект, это проявление той самой борьбы с противником России и с противниками коммунизма. Вообще, Дмитрий, мне кажется, вы сейчас вот этим вопросом своим подняли в принципе одну из самых главных тем, когда мы говорим о национализации, о приватизации, о том, что происходило в 90-е годы. Вот с этим сюжетом вообще как следует нужно разобраться. Почему? Потому что слово «анти» в нашей программе начало звучать достаточно рано сегодня, но мы начали с антиэкологической роли капитализма. Но капитализм так устроен, что это «анти» может звучать по отношению к нему постоянно, регулярно и во всех практических аспектах. И антинациональная роль капитализма тоже налицо. Россия через это проходила и продолжает проходить. Причем, опять-таки, здесь есть разные уровни рассмотрения этой проблемы. Есть ограбление народа. Антинациональные, в смысле бьющие по абсолютному большинству граждан России. Это объединение, это деградация фактически. Это даже не пролетаризация населения, это маргинализация населения, лишенного работы, это абсолютная беда для миллионов и миллионов людей. Поэтому это одна сторона антинациональной роли капитала, которую он играет. Это беды, которые он несет конкретным людям. Вторая сторона, это то, что капитализм, сформированный у нас, безусловно, выполняет компрадорскую роль. И ситуация с Дерипаской показывает. Сначала собственность перекочевала в руки одного из олигархов, а затем он благополучненько и не в 90-е, а вот уже сейчас берет и передает эту свою компанию, передает алюминий российский, стратегическую отрасль, на минуточку, одной из самых важных отраслей с точки зрения развития страны и целого ряда отраслей, передает в руки англосаксонского капитала. И при этом еще, когда Зюганов с трибуны Государственной Думы призывает расследовать эту спецоперацию на предмет ее национального или антинационального характера, оказывается, что вполне естественную постановку вопроса в парламенте российском таким образом можно вытащить на уровень суда и попробовать самого же Зюганова за это засудить. Это еще одна иллюстрация того, чьих интересах служит сегодняшнее судопроизводство и судебная система. Оно начинается с самой Конституции Российской Федерации безусловно. Поэтому вот сегодня звучало, что в отношении Чубайса цитаты конкретные. Эти цитаты антикоммунистические, эти цитаты антисоветские, но эти цитаты и русофобские. И если мы говорим, что власть не перестала быть олигархической, то надо разобраться, а поменяла ли она в принципе в корне другие направления своей политики. Перестала ли эта политика быть еще и русофобской. Потому что когда она не перестает быть антисоветской, на мой взгляд, она не может перестать быть и русофобской. И когда, например, вот сейчас уже на Красной площади драпируется слово Мавзолея Ленина, хотя Парад Победы будут проводить в ту дату непосредственно, когда был тот легендарный Парад Победы и когда штандарты бросались непосредственно к Мавзолею Ленина, вот это все продолжается, продолжается и продолжается. Поэтому не случайно казалось бы, вот есть тема Конституции, она главная. Тем не менее, в этот самый момент появляется статья Зюганова «Русский стержень державы», где он посчитал еще раз важным пропедалировать тему русофобского характера, проводимой в стране политики и того, что происходит. Так что на эту сторону очень важно, что мы обратили внимание сегодня в ходе эфира. Да, это точно. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Задам еще два вопроса. Просьба кратко прямо отвечать. Игорь Сергеевич, не кажется ли вам, что собственность государственная оказалась в руках достаточно случайных идей? Я не идеализирую царскую Россию, но помните, там были Строгановы, Демидовы, династии купцов, династии промышленников. Тем не менее, все это попало случайным людям, которые все это промотают. Их дети пустят это все по ветру. Не кажется ли вам, что наша промышленность, даже приватизирована, ждет в конечном итоге разорения? А вы знаете, здесь я с вами не согласен в плане противопоставления нынешних и прошлых бизнесменов, так скажем. Буквально на днях я посмотрел, каюсь, раньше не видел этот фильм, «Приваловские миллионы» Мамина Серебрякова. Сибиряка, извини. На мой взгляд, более подрывного для нынешней социально-экономической и политической системы фильма представить невозможно. Вот все то, что у нас сейчас происходит, там на экране. И мне очень запомнились последние кадры, когда очередной мошенник захватывает эти заводы, собирает толпу народа и на ступенях дворца заявляет, теперь это все мое, это будет принадлежать моим детям, моим внукам, моим правнукам. И заканчивается фильм «Глазами рабочих». Как они на него смотрят. И вот после этого фильм по роману, написанному в конце XIX века. Понимаешь, почему не только крестьяне стали сжечь помечничьи имения, но и почему рабочие поднялись против тогдашних, как сейчас принято говорить, очень эффективных собственников. а уж по отношению к нынешним тем более. Поэтому, вы знаете, я когда этот фильм посмотрел, я преисполнился исторического оптимизма, так скажем. Да, это действительно так. Дмитрий Георгиевич, вам задам заключительный вопрос. Не кажется ли вам, что система, выстроенная в результате приватизации, она абсолютно нестабильна? Помните, прошлые выборы в Госдуму были досрочные и сейчас тоже говорят, что выборы пройдут в декабре. На ваш взгляд, с чем это связано и какое отношение имеет к теме нашего сегодняшнего разговора? А я думаю, что все, что мы обсуждаем и возможные досрочные выборы и другие манипуляции, они в конечном счете связаны с ржавой бочкой капитализма. И тут, когда речь идет о столь крупной корпорации, ведь нам же внушали, когда говорили, вы же коммунисты сами с трибун съездов говорите, что с бесхозяйственностью нужно бороться. Это же родовое пятно социализма. Надо передать в руки частник, участник будет заботиться, беспокоиться, поддерживать все в наилучшем виде. Вот эта ржавая бочка, и показывать, что такое капитализм. Пока мы не наведем порядок в своем доме, не покрасим все, что нужно покрасить, не поменяем саму систему, надеяться на движение вперед не приходится. Но мы же не собираемся помирать в ближайшее время. Если мы собираемся жить, если мы собираемся действительно думать о новых поколениях, то мы просто обязаны поменять существующую систему. Напомню слова из замечательной песни. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда. А с вами была программа «Точка зрения». Я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok